Ребята, в этом видео сряжем на шенген. Который, возможно, похож на ваш, и вы сможете принять решение, какая из этих стран больше всего вам подходит и в каком случае будет больше шансов получить хорошую визу. Привет, я Алена Digital Nomad и сейчас базируюсь в Барселоне. Я помогаю со сбором документов из подачи, с поиском окошка на шенгенскую визу, ссылку на консультацию я оставлю в описании и если у вас прямо сейчас подгорает какой-то вопрос, не стесняйтесь задавать его в комментариях, я обязательно на них отвечу. До того, как мы пустимся в путешествие с разбором шенгенских стран, давайте расскажу, что работает для всех стран, которые входят в шенгенское соглашение. Если эта виза первая у вас, то вне зависимости от того, в какую страну вы будете подаваться, либо в эти три, про которые я сегодня рассказываю, либо в другие, вы получите с 90% вероятностью шенген под датой поездки. Подаете вы на неделю, получите на неделю, подаете вы на три недели, получите на три недели, но здесь под звездочкой, потому что это немного рискованно подавать поездки больше чем на две недели, но об этом я могу снять другое видео, опять же дайте знать, если вам это интересно. Почему под даты поездки? Так было всегда, так что не спешите ворчать на ковид, так как вы только начинаете свои отношения с шенгенскими странами, то они аккуратно к вам относятся и выдают сначала короткую визу, но как только вы будете подаваться еще и еще, то у вас увеличиваются шансы на то, чтобы срок длительности визы тоже увеличивался. Бывают иногда случаи, когда первую визу выдают на 30 дней или у французов вообще иногда встречаются на полгода, но на такое развитие событий скорее стоит рассчитывать только если у вас какие-то особенные отношения со вселенной и со звездами и планеты стоят в особенный ряд, потому что это случается очень редко. Так, давайте начну с Испании, раз уж я здесь. Испанская виза подойдет тем, кто планирует свою поездку срочно, в ближайший месяц или два, если вам не принципиально, что виза будет не больше трех месяцев, и если вы не хотите морочиться с выкупом билетов и оплатой отелей, испанская виза шикарна в этом случае для вас. Последние где-то два года испанцы заметно укрепляются в своей стабильности ставить визу на три месяца или три с половиной максимум. К сожалению, больше не получится, только если у вас есть недвижимость в Испании, тогда вы счастливый человек, во-первых, потому что у вас есть жилье в Испании, во-вторых, потому что визу вам дадут на два года. Такие дела. Рассматривают визу супер быстро, где-то в среднем 7-10 дней, в зависимости от города, в котором вы подаетесь. Из недавнего кейса моей клиентки, во-первых, она записалась самостоятельно, поймала окошко буквально на второй день, а во-вторых, рассмотрели ее кейс. Внимание, ребята, за три дня, за три дня. И я такого не видела ни разу, честно, за постковидное время. Класс. Так что да, это еще раз вопрос о срочности, а испанцы в этом случае молодцы. По условиям, как уже сказала, можно не выкупать билеты и не оплачивать отели. На сайтах Евроавиа, Агентру, Купи Трип, вы можете оформить бронь на билеты. Держаться она будет в среднем где-то 7 дней. Бывает такое, что слетает еще во время рассмотрения вашего кейса. Но, как показывает жизнь, это никак не влияет на решение консулы. То есть, отказ в этом случае вам не поставят. Почему? Но все. Никто не знает. Ну, в общем, как-то так работает. Отели, соответственно, на любом русскоязычном сайте, если у вас российская карта, Яндекс.Путешествие, Островок, либо прямо на букинге где-нибудь или напрямую на сайте отеля, если у вас есть иностранная карта. По деньгам желательно показать где-то 200 тысяч рублей на человека на поездку, если поездка, например, 7-10 дней. Но, учитывайте момент, если вы, например, не выкупаете все-таки билеты и отели, то стоит показать больше, с учетом того, что вы как бы потратите еще на билеты. Потому что, если вы консулу покажете, что у вас на счету 200 тысяч, и из этого, например, за 100 тысяч вы купите билеты и за 60 тысяч оплатите отель, то как бы на что вам жить? Как хамон столько не стоит, простите. Вот, поэтому, да, рассчитывайте свою финансовую легенду грамотно, чтобы вам хватало на все. Официальный визовый центр Испании BLS, ссылку на него я оставлю в описании, обязательно, пожалуйста, переходите только по официальным ссылкам, есть очень много всяких зеркал и мошенников, которые выдают себя за визовые центры Испании, Франции, вот, не ходите к ним. Все ссылки я оставлю в описании, так что мне можете доверять, я от чистого сердца собрала все для вас, переходите туда и будет вам счастье. Теперь давайте искать, кому подойдет Италия. Если ваша поездка планируется через два-три, а то и больше месяцев, то Италия – это ваш вариант. В среднем на счету на одного человека должно быть, ну, где-то 500 тысяч рублей, а лучше больше. Плюс для итальянцев у вас должна быть возможность выкупить билеты на самолет и оплатить ваши брони отелей, и вы должны быть готовы к риску, что получите визу под даты поездки, даже если это не первая ваша виза. У итальянцев разброс на шансы по визе от одного месяца до полугода в среднем. И вот тут все очень сильно зависит от удачи, очень. Потому что по кейсам видно, что когда досье попадает к определенному консулу, он немножко как будто несчастный или всегда не в настроении, и он практически всем ставит визы на месяц и на полтора максимум, даже если до этого у человека были супер обалденные визы, долгие, разнообразные или даже только итальянские. Но даже при этом, если ваше досье попадает в правильные руки, есть шанс получить визу и на год и на два. Это более редкие случаи, но они тоже встречаются. Вне зависимости, кстати, от того, были ли у вас итальянские визы до этого, такой сход тоже может быть. Ну и если у вас в истории вашего паспорта есть свежезакончившийся итальянский шенген, по статистике где-то если он больше года, то тогда у вас есть все шансы получить снова долгий шенген и даже на два-три года, ребята. По срокам рассмотрения до недавнего времени Италия была самым привлекательным вариантом, наверное, потому что никто туда не шел и записаться можно было буквально на завтрашний день. В последнее время все-таки есть немножко лаги с записью, поэтому здесь нужно подложить где-нибудь неделю, а лучше две на поиск окошка. И еще одна особенность итальянцев – это очень долгое рассмотрение. Закладывайте, пожалуйста, время, не планируйте срочную поездку с итальянцами, потому что здесь сроки рассмотрения могут доходить до 30-45 дней и повлиять на это, к сожалению, вы никак не можете. Я читала кучу историй, когда люди писали, звонили в консульство, в визовый центр, потому что у них уже поджимали билеты, которые, как вы помните, для итальянцев желательно бы выкупать, но это не работало никак, поэтому просто люди теряли деньги. Не делайте так с итальянцами. Вам же будет проще, не будете тревожить. По условиям, как говорила уже до этого, желательно выкупить билеты на самолет и желательно оплатить брони билетов. Почему говорю желательно? Вообще, в списке документов, которые предоставляет Италия для подачи к ним написано, что нужно предоставить брони, но практика подач показывает, что хорошо бы выкупать билеты и тем самым конкретно к итальянцам вы повышаете ваши шансы на визу. В целом, ко всем ребятам я рекомендую все-таки выкупать, особенно, когда вы действительно собираетесь в эту страну, выкупать как бы с возможностью отмены. Да, мы все еще оставляем долю рисков. Без рисков вообще в шенгельских визах сейчас никуда, но вернемся. В общем, для итальянцев сильнее моя рекомендация, чтобы вы эти билеты выкупали. Выкупать можно либо через агрегаторы, либо напрямую на сайтах авиакомпаний. На сайтах авиакомпаний, к сожалению, все еще можно покупать только с иностранными картами. И неважно в этом случае, будет ли это ваша карта или карта вашего друга, с какой карты покупается – no matter. Главное, чтобы просто оплата прошла и потом можно было отменить соответственно. Важный момент про деньги на счету. Если вы сходите на сайт итальянского визового центра, то там найдете табличку с расчетами на то, сколько денег на вашем счету должно быть в зависимости от длительности поездки. Но это такой, о, шут вообще, потому что там условно на поездку на неделю вам нужно, типа, 150-200 евро. Ну, камон. На эти деньги из аэропорта выйти невозможно. Не то, что в Риме где-нибудь жить. И опять же, опыт показывает, что итальянцы сейчас радуются, когда на счету на одного человека на поездку в среднем на неделю показывается от 400 тысяч рублей. Сейчас уже не случается вот этих диких историй, когда итальянцы требуют минимум миллион на счету, но при этом все равно какие-то люди перестраховываются и показывают вот такие выписки. Если, например, у вас нет на одном счету такого количества денег, вы, конечно же, можете показывать выписки с нескольких счетов. В этом нет никакой проблемы. Но главное помните, чем больше вы показываете денег на счету для итальянцев, тем больше шансов для вас получить итальянскую визу. Заявление на итальянские визы принимают два авторизованных визовых центра – это VMS и Almaviva. Распределение по ним тоже идет в зависимости от того, какая у вас прописка, поэтому переходите по ссылкам в описании на сайты этих центров и узнаете, куда вам стучаться и подаваться. И финальная страна на сегодня – это Франция. Во Францию стоит идти за визой, если вы вообще никуда не спешите. Во-первых, больше года уже где-то у французов сохраняются какие-то проблемки с записью. На то, чтобы поймать окошко, нужно закладывать где-то около месяца. Опять же, если у вас вдруг с удачей не какие-то особые отношения. Ловить можно или с помощью ботов, или самостоятельно заходить просто каждый день на сайт и мониторить, не появились ли окошки в городах, которые вам интересны. Здесь с французами можно настолько не заморачиваться с билетами и отелями, что можно даже не делать брони. Достаточно сделать только маршрутный лист. И если вам не принципиально в каком из городов подаваться, Франция дает возможность подаваться вне зависимости от прописки в любом городе России. У меня был случай с клиентом, который летал из Москвы в Екатеринбург для того, чтобы подавать свой пакет документов. Но в целом он готов был лететь и в Хабаровск тоже. По статистике чаще всего ставят французы визу на полгода, вне зависимости от набора прошлых шенгенских виз. Реже встречается решение на год или больше, но шансы получить визу на полгода гораздо стабильнее, чем у итальянцев. Они встречаются чаще, такие визы, такие решения. По срокам около 10-14 дней здесь все без особых сюрпризов, поэтому смотрите, закладываете где-то около месяца на то, что вы будете ловить окошко, закладываете около двух недель на то, что будет рассматриваться виза, и виза у вас в кармане. Говорила уже, что билеты и отели можно не выкупать. Достаточно предоставить маршрутный лист, который выглядит как просто файлик, табличка в гугл доке, в котором вы расписываете, какого числа вы летаете, из какого города, каким рейсом, в каком отеле собираетесь останавливаться, и вот так вот каждое движение по вашему маршруту. Этого действительно достаточно, и для этого не нужно выкупать и доказывать как-то дополнительно, чем вы собираетесь заниматься на месте. Но опять же, как уже говорила раньше, никто не запрещает вам либо приложить брони, либо вообще приложить выкупленные билеты. На мой взгляд, это только утяжеляет ваше досье, но в хорошем смысле утяжеляет. По деньгам на счету желательно иметь где-то около 200 тысяч на человека на двухнедельную поездку, но эту сумму я называю с учетом того, что у вас выкуплены билеты и выкуплены отели. Помним, да? Мы составляем финансовую такую историю, легенду на вашу поездку. Если у вас не выкуплены билеты, прибавляйте, смотрите, сколько там сейчас стоит добираться до Франции, это где-то, наверное, плюс 100 тысяч еще и, соответственно, отели тоже. Официальный визовый центр французов EFS Global. Ссылку также оставляю в описании. Все, что вам нужно, это зайти на сайт, зарегистрироваться и уже начать отслеживать процесс поиска окошек. Короткий важный моментиц, но расскажу о нем. Когда можно вообще подавать заявление, за сколько времени до поездки? Сели заранее, к сожалению, не получится, если, например, вы хотите спланировать за год свою поездку. К испанцам и к итальянцам можно подаваться максимум за 6 месяцев до поездки, а к французам, например, максимум за 3 месяца до поездки. Если для вас это критичные вещи, то, пожалуйста, обращайте на это внимание. К французам вас просто не пустят, даже если вы словите рандеву, то документы у вас, к сожалению, не примут, если до поездки больше, чем 3 месяца. В следующем видео выдам антирейтинг стран, в какие дни нужно подаваться, по крайней мере сейчас. Если что-то изменится, обязательно сниму на этот счет видео, а пока не этими тремя странами едины, естественно, но у других стран тоже есть свои нюансы и условия, поэтому считаю, что важно о них тоже рассказать. Пишите мне либо в Телеграм, либо здесь, оставляйте комментарии, если у вас появляются какие-то вопросы или нужна помощь с подачей, с заполнением анкеты, все могу. Пусть ваше досье попадется к самому доброму и щедрому консулу. Спасибо, что посмотрели это видео. Субтитры подогнал «Симон»! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!